Добрый вечер! Мы сегодня беседуем с профессором кафедры культурологии и педагогики искусств РХГА Дмитрием Яковлевичем Северюхиным. Дмитрий Яковлевич доктор искусствоведения, член творческих союзов различных, потому что он и поэт, и художник, ну и искусствовед, да еще к тому же искусствовед, связанный с художественным рынком. Вот поэтому мой первый вопрос, вообще тема наша сегодня – актуальное искусство, потому что те студенты, которые к нам поступают учиться дизайну, они как бы волей-неволей вовлекают, и искусствоведы тоже вовлекаются в пространство современного искусства или актуального. Вот как правильно все-таки, современные или актуальные? Термин «актуальное искусство» немножко устарел, к сожалению, хотя, с моей точки зрения, он более точен, потому что это понятие «актуальное искусство» отражается в двух значениях слова «актуальное», которое принято в нашем русском языке. С одной стороны, акт, экшн – это действие, с другой стороны, мы говорим про газетную статью, что она актуальна, тогда как «Библия» или «Божественная комедия Данте» – это не актуальные книги, это вечные книги. Конечно, есть разница между понятием современности и актуальности, еще и потому, что у каждого современность своя, и мы можем считать современными людей, которые, в общем-то, уже, может быть, на том свете, и их творческий путь давно закончился, но они входят в наше понятие современности. А вот актуальность все-таки более узкая. Какие факторы влияют на актуальность? Конечно, сейчас в мире существуют параллельно, живут два термина – современное искусство, да, и действительно, вы правы, потому что к современному искусству относятся художники, которые творили или творят в наше время, и Яглазунов, Шилов, и можно многих назвать, конечно, это современные нам художники, мы не можем их перекинуть в XVII век или куда дальше. Это современное искусство. Актуальное искусство, то, что называется сегодня contemporary art, имеет специфические черты, которые присущи только этому типу, этому виду искусства. Какие, наверное, стоит назвать хотя бы самые такие яркие, которые могут быть маркером? Ну, первое исходит из термина, который я предпочитаю – актуальное искусство. Актуальное искусство здесь и сейчас. Это искусство однократного впечатления. Это искусство, которое должно вызвать у зрителя некоторый кратковременный шок. Шок может быть разного типа. Это может быть шок, основанный на смехе, на юморе. Это может быть шок, который приговаривает зрителя к длительной медитации, к созерцанию философическому. Это может быть шок ужаса, шок… Отвращения. Шок, отвращения, если угодно. Но в любом случае эта встреча зрителя с произведением актуального искусства должна изменить пульс у зрителя. Если это подлинное искусство, если это не искусство фальшивое, если это не имитация чего-то актуального, если это не грубая подделка под искусство. Подлинное актуальное искусство вызывает изменение пульса. А вот актуальность, она все-таки гнездится в содержании или в форме, хотя форма неотделима от содержания, но, так скажем, в методе творчества или же в какой-то концепции идейной? Конечно, в первую очередь для актуального искусства характерно… Это искусство идей. Это искусство идеи. Другое дело, что, конечно, важно и воплощение, потому что идею так запросто не напишешь на бумажке. Из бумажной записи не происходит ни архитектурное сооружение, ни спектакль, например, ни кинофильм. Идея должна иметь воплощение в материале. И это очень сложно, потому что лучшие образцы актуального искусства или контемпорарий арт – это очень трудозатратные вещи. Материалы затратные, средства затратные, если можно осяться. Так же всегда было. Микеланджело и Рафаэль без папских заказов не были бы Микеланджело и Рафаэлем, такими, каких мы их знаем. Разумеется. Тоже. Хотя тоже для своего времени, к их времени можно было применить понятие актуальности. Разумеется, но едва ли искусство Микеланджело можно считать, даже если мы перенесемся в его время, будем его современниками, вряд ли можно причислить к сфере актуального искусства, так как мы понимаем этот тип искусства. Потому что все-таки искусство Микеланджело рассчитано не на однократное созерцание, не на шок. Это искусство готовилось как вечно, и в вечном оно и стало. Ну а последние его композиции, пиета Рондонини, вторая пиета, которую он не завершил, и в конце концов роспись капелла Паолина, да и даже Страшный суд, это для своего времени разрыв с каноном все-таки был и производил впечатление соответствующее. Разрыв с каноном не означает признака актуального искусства. Актуальное искусство – искусство однократного созерцания, искусство шока. И, конечно, Микеланджело и прочие классики эпохи Возрождения не имеют отношения к этому типу искусства. Это искусство, которое творилось надолго. И практика подтверждает это. Ну хорошо, а если мы коснемся времени чуть более близкого к нам, ну, начало XX века, когда начинает развиваться модернизм, там первое, что мне студенты говорят – «Черный квадрат Малевича». Вот оно для своего времени актуально, это произведение, по-вашему? Да, разумеется. И «Черный квадрат» можно привести замечательное произведение «Фонтан» Марселя Дюшана. Разумеется, и некоторые образцы творчества дадаистов, например, все это относится к началу XX века, по крайней мере, к первой четверти XX века. Разумеется, это родственно актуальному искусству. Так это и делалось, как искусство шока. Хорошо, а тогда каковы перспективы у актуальности? Ведь если это все сводится к особому воздействию на зрителя, шоковому, да, это одноразовое впечатление, оно не может быть вечно продолжаться, потому что мы уже знаем и про «Фонтан» Дюшана, и «Черный квадрат» Малевича, и вряд ли для кого-то это открытие, и в этом смысле шок. То есть кто-то принимает, кто-то не принимает, это другой разговор. Есть ли граница или актуальность, она будет воспроизводиться каждый раз новым поколением художников и зрителей? Я думаю, что каждый раз будет воспроизводиться. Может быть, можно найти какие-то исключения. Но, скажем, такая замечательная вещь, как экскаватор, который черпает кровь, переливая из одного места в другое, это то, что было на прошлой венецианской бенале, это, конечно, производит очень сильное, могучее впечатление, но я не думаю, что к этому произведению мне придется возвращаться еще и еще раз. Его, конечно, можно перевести в другой контекст, можно экспонировать, скажем, в залах какого-то дворца или на улице, в парке, и будет немножко другое впечатление. Но само по себе это произведение интересно именно своей концепцией, а не столько воплощением в материале. То есть, таким образом, нет верхней границы для развития актуальности, она может воспроизводиться по мере... Та же, как воспроизводится мысль человеческая, и нет завершения ни философии, ни музыки, и в таком смысле и актуальному искусству тоже. Я думаю именно так. Я думаю, что в этом одна из составляющих частей этой актуальности. Если мы возвращаемся к этому немножко устаревшему термину. Но здесь дело еще вот в чем. Вы говорили, мы говорим о свойствах, о признаках актуального искусства. Еще одним признаком, и очень могучим и важным является отрицание, фактическое отрицание традиционных типов изобразительного искусства. Живопись, графика, скульптура. В актуальном искусстве эти виды искусств либо пародируются, вышучиваются, либо отрицаются вовсе. В этом смысле рукодельность художественного произведения, то, что мы называем мастерство, когда говорим о скульптуре, о живописи, о гравюре, отступает на десятый, даже не на второй план. Это просто не нужно, потому что на первый план выступает идея. А в конце концов, кто и как сделал этот экскаватор, черпающий кровь, или какой-то другой объект, это в общем не так важно. А вот возраст влияет как-то на… Есть какая-то тенденция или закономерность? Ну, скажем, молодые больше склонны к экспериментам, или наоборот, на склоне лет вдруг меняется стиль, переклинивает людей, и они ищут новые какие-то варианты. Есть ли здесь взаимосвязь с возрастом? Есть взаимосвязь с возрастом. Дело в том, что в традиционных формах искусства, живописи, скульптура, графика, да, обычно мастерство достигается в сравнительно позднем возрасте. Это художник, который старше 30 и даже 35 лет. Если мы говорим об этом традиционном мастерстве, слишком трудное рукоремесло, слишком трудно и долго это дается. Но если мы говорим об актуальном искусстве как об идее, в первую очередь, то идея может прийти в голову и человеку молодому и даже совсем юному. И это свойство юности и молодости генерировать эти идеи. Ну, это будет приятно слушать нашим студентам и абитуриентам, потому что в юности хочется сразу, всё и сразу получить. И вот какой-то момент реализации, тем более в дизайне, где очень важна мысль, а идея вот эта технологическая, им это будет приятно услышать. То есть ещё один фактор, вот насколько влиятельен я имею в виду художественный рынок. Потому что мы знаем, что историю художественного, специалист по истории художественного рынка, что он складывался не сразу, по-разному. В принципе, симулирует ли актуальность, можно ли её симулировать, симулирует ли её художественный рынок? Да, разумеется, сейчас приходится говорить, необходимо говорить об рынке актуального искусства. Этот рынок действительно существует, но в первую очередь и на ранних этапах развития актуального искусства и развития того, что ему немножко предшествовало. Терминология менялась на протяжении последних десятилетий, хотя речь шла об одном и том же в сущности. Хэппининг, можно много приводить, уже немножко устарелых терминов. А на первых порах это искусство поддерживалось за счёт меценатской или грантовой поддержки. Так, например, некоторые замечательные проекты, реализованные в Петербурге, в Ленинграде, даже ещё времён поздней перестройки, они были осуществлены за счёт грантовых фондов, за счёт получения иногда довольно значительных по тем временам денежных сумм. Это понятно. Дело в том, что зачастую произведение актуального искусства не имеет обыкновенной ликвидности, как то имеет картины или скульптура. Вопрос ликвидности очень важен, ведь до сих пор, когда меценат или просто любитель, коллекционер покупает картину, он предполагает наряду с другим, что он вкладывает деньги, что он вкладывает деньги, и эта картина никогда не потеряет свою цену, всегда останется ценностью. Но ведь кураторы и владельцы галереи могут создавать, как мы сейчас сказали, рекламу, промоушен, продвигать молодых художников с тем, чтобы работы, которые у них хранятся, повышались бы, в том числе и в рыночной цене. Да, этот процесс идет, и сегодня я знаю некоторые примеры, когда объект актуального искусства продан, когда нашелся меценат, который захотел купить это произведение. Но, возвращаясь к возрастной категории этих художников, да, идею-то можно придумать, но реализация идеи с высокой степенью художественности, с высокой убедительностью в материале – это дело трудное. Это требует большого мастерства и многих знаний, да и сама идея, честно говоря, требует большой внутренней культуры, большой насмотренности, большого философического мышления, да, большой начитанности. И потому едва ли совсем юный художник может справиться с реализацией своей идеи. В связи со сказанным, повышается ли, вот арочка у нас получится, актуальность такой специальности, как искусствознание, области такой, профессионалов в этой области, то есть искусствоведов. Ведь если раньше искусствоведы в основном были музейные работники, то теперь мы сталкиваемся чаще и чаще, когда искусствовед окунается в гущу практической жизни художественной, в том числе с рынком связанной, является стимуляторами различных творческих процессов. Насколько повышается роль искусствоведения сейчас? Традиционно в прежнее время мы под искусствоведением понимали три основные категории. Историк – искусство, теоретик – искусство и художественный критик. Все это будут искусствоведы. Но, конечно, время сегодня выдвинуло на первый план такое понятие, как куратор. Нельзя сказать, что его не было в истории. Скажем, Сергей Павлович Дягилев – это куратор. Он один из первых, да. Собственно, куратор, который даже словесно в своих статьях, в своих публикациях сформулировал идею организации художественной выставки. Его идея в том, что художественная выставка, собранная из работ разных художников, должна быть единым произведением, должна быть гармония. Вот это, собственно, кураторская идея. Сегодня, как никогда, куратор выступает на первый план, фактически выступая как соавтор произведений актуального искусства в особенности. Спасибо большое. Это тоже нам приятно слышать, потому что мы проводим такую, в общем-то, идею, что готовим мы не столько специалистов для научного, как бы сказать, обращения, сколько для живого общения с художниками и для связи с художественным рынком. Я благодарю вас за беседу. Я думаю, что ее полезно будет посмотреть нашим студентам, потому что мы, в общем, очень лаконично, на мой взгляд, поговорили, а при этом о очень важных вопросах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.